Помнится, к этому дому как-то давным-давно я подходил и тогда с ужасом убежал. Сейчас всё изменилось. Я надеюсь, что изменилось. Где там жильцы? Что-то клокочет, булькает. Всем привет, я Донис, мы продолжаем проходить Эликс и сейчас мы будем собирать детальки для Фалька. Они разбросаны по всей карте, ближайшие от нас вот тут вот. Ну, заодно зачистим территорию по дороге. Тут не очень высокоуровневые монстры. Так, кстати, немножко же прокачался. Выучил опытный охотник. Теперь за убийство врагов больше опыта получаем. Хитрость теперь очень тяжело прокачивать. На каждую единицу надо аж 3 очка характеристик. Ой, 5 очков характеристик. Это полная жесть. Помнится, как-то давным-давно я подходил к этому домику и тогда с ужасом от него убежал. Надеюсь, сейчас всё изменится. Так. Не видно ж нифига. Ну, он факел не кинул, разве? Хорош. Там ещё должно быть. С одной плюшки. Вот так вот. Блин, себя поджёг. Ну, давай. Давай. Всё, ждём. Ждём Рея. На него вся надежда. Рей. Рей. Давай. Фух. Ну, не просто было, но победили. Так, надо съесть гамбургер. Бургер с кровью. Два-то же мутанта было. Обалдеть. Проблема с факелами не работает как надо. Ну, точнее, файры. Вообще не светятся. Не дают освещения. Блин, надо, чтобы тут факелы какие-то были. Ну, вообще не знаю, файры освещают ли. Они особо-то и не освещают. Они, наверное, нужны для того больше, чтобы их видеть, чтобы помечать какие-то точки. Я так понимаю. Фотография. Это стопудово разработчики. Кто же из них отвечал за систему управления, за систему боя? Кто тот гад, который подпортил эту золотую игрушку? Эту бочку мёда. Пустовато на первом этаже. Коноплю выращивали, где чё-то? Не, непонятно. Чё-то странно, дом вообще пустой. Старая книга. Мана. А, кстати, отчётный наблюдатель я нашёл. По дороге всё зашёл. Эти записи были сделаны берсерком на караульном посту перед отключённым преобразователем. Эликс. Мне уже доводилось здесь бывать. Прошлый раз на преобразователе целый год виднелся лёд. Теперь преобразователь не работает вообще, его просто нет. Возможно, причиной морозов был Эликс? Альбы всё же добывали здесь много Эликса. Возможно, так много, что здесь стало холоднее. Не поэтому ли Ксакор замёрз? Ну, невозможно. Старая книга. Сборник стихов неизвестного автора из Старого Мира. Что останется? В чём смысл долгих лет упорного труда, если в конце от них останется лишь прах до руины? Возможно ли, что после катастрофы останется что-то ещё? Кто-то ещё, кто будет помнить нас и наши достижения, все наши творения, знания и свершения? Чего ради все наши труды, если созрешний день не наступит? Если останется лишь прах, смогут ли те, кто придёт за нами, начать сначала и снова возвыситься? Смогут ещё выше. Ну, не густо. Болт. Короче, болт тут на втором этаже и всё. Ладно. Так, а нам туда надо. Сейчас попробуем. Дорога обрывается. А, то есть тут завал получился. Ага. Ну, тут взлетать надо. Кстати, запустил тут третьего Ведьмака. Давно его не запускал. Вышли новые графические моды, обновились. Поставил, решил затестировать. Блин, какое там управление. Меня просто душа радовалась. Я пробежал по вопросикам. Как Геральт управляется. Какая там система боя. Она мне и раньше нравилась, но сейчас я оценил её по достоинству. Блин. После Эликса я просто отдыхал там. Как будто в рай какой-то попал. О, ты смотри-ка, стал здесь. Отлично. Не к началу ли игры мы тут возвращаемся? Где-то ж в этом районе мы начинали, наверное. Примерно здесь, да? Или здесь? Уже сложно сказать. А, пусто? Так я бывал здесь, получается? Да, наверное, начало игры где-то здесь. Вполне возможно, да. Не, тут не облуднуло, значит, я тут не был. Лук-семьедельцы, кстати. Мог в самом начале его найти. Не, наверное, я тут проходил, просто не заметил это место. Да-да-да, я тут был. Я не могу исправить это. Ну, была Фалька, может, взять с собой, что-то не подумал. Ладно. Если будет где-то телепорт, то поменяем Рейна, Фалька. Я с Фальком еще, кстати, не ходил. Наверное, это самая первая точка, откуда все начиналось. Надо наверх как-то попасть. Вот это настоящее возвращение к истокам. А где-то этот аппарат летающий наш. Где-то тут же. Вот он, наверное, как раз. Ух ты! Блин, давно надо было сюда сходить уже. Прикольное место. Вот он, красавица. Еще не растащили весь. А что ты ничего не скажешь? Джакс, прокомментируй. Миниатюрная эликс-батарея. Ну, как-то не густо. Я думал, что на корабле найдется. Или комментарии какие-то. Или задания, что-нибудь такое будет. Ну, ладно. То есть, это все он пропахал, получается. Да, уж, нехило. Должны быть очень слабые враги. Ну, вот так вот. Так, 10. А сколько же раньше давали за него опыта? Или опыт увеличен только, когда я добиваю? А не когда. У меня такое подозрение, что опыт увеличен и в том случае, если именно я добиваю. Но если так, то это как-то странно, если честно. Сейчас попробую я добить. Я промазал. Пожалуйста, да. То есть, я должен самолично добивать. Примерно на 10% больше опыта. Ну, это тупо, блин. Тупо. Из-за этого теперь придется лезть вперед все время. Странное решение. О, сырой. Сырой эликс. Кстати, напитки эликса выгодно довольно пить. Он всего лишь на 0,1 единица увеличивает холодность. Это немного. Если маленькие смысла нет, там по 100 всего опыта дает, то вот самые крупные единицу очков дает. Вот это очень хорошая штука. Как здесь мы были. То есть, которая очко обучения дает дополнительно, самое большое зелье. Их имеет смысл пить. Сейчас не хватает очень очков характеристик. В принципе, очко обучения даже есть одно. Особо так некуда. Это эмоциональность хорошая штука, но для этого надо понижать холодность. Сейчас на спонтанный, надо более низкий уровень. Надо иррациональный. Там от 11 до 20. Так, куда нам дальше? Дальше к преобразователю. Ну, значит, можно сменить напарника на Фалька. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, значит, дальше к преобразователю. Так, а конкретнее? Это где у нас, получается, он? Выше или ниже, интересно? Ладно, сейчас посмотрим. Тут же колосс где-то был еще. Да, это сверху. Пройдемся. Поднимемся через... Поднимемся через... Изнутри. Как же внутрь туда попасть? Так, тут ворота были какие-то, замок. Может, теперь я смогу его вскрыть? Заранее вызову. Вот, взломать можно теперь. Так. Первое маленькое. Второе большое. Это меньше. Вот так вот. Так, 8,4 до 7,5 вообще неправильно. Так, двойка, значит, неправильно. Значит, единица тут используется. А, значит, 1,4,3,8. Вот. Прикольная система. Если честно, головоломочка интересная. Я еще не совсем хорошо ее пользуюсь, но прикольная штука. Высокочувствительный сенсор. А, вот как раз то, что надо. Обрадую сразу. Прикольная штука. Прикольная штука. И он очень знаменитый. Это мой honor и мой дути Сверху его. Сверху? Сверху и ссист. Это Кал-Урн мы служим, и его легат является его голосом. Я должен следить за его instructions. В Кал-Урн мы верим. Сверху, если ты скажешь. О, да. В Кал-Урн мы верим. Все clerics верим в Кал-Урн. Вы должны следить за моим легат. Я должен следить за его instructions. Он легат легат из Кал-Урн. Конечно, что ты скажешь. Как ты делаешь, Фалк? Спасибо. Я начинаю понимать Магалин гораздо более очевидно. Это было замечательно. Так, а это как открыть? А, это не открывается. Все, отлично. Ну, через верх выйдем уже. Это я не собрал, да? А, или можно телепортнуться. Какая уже разница? Так, ему здесь надо процессор. Здесь деталь. Окей. О, е-мое. Так, это надо с какого-то холма его убивать. О-ой-ой. Там схватка сейчас будет. Как он легко убивает? Это вообще... Попробуем наверх забраться и сверху их расстреливать. Где этот ночер? Горите, собаки. Ух ты, он чем стреляет? Огнемет у него, да? А-а-а! Он сюда пришел! Ничего себе! Сейчас они вернутся. Ночер уже бежит. Ну, конечно. Промазал. Все, убил. Ну, конечно же, как... Как всегда, промах. Фух. Худший бургер. Прекрасно. Ух ты, зараза. Прямо снизу стоит. Давай, стреляй. Блин, косой. Понятно. Он опять пошел. Все, победа. 200 опыта. Там еще один. Не, умирает они неплохо. Но урона наносят. Че, музыка боевая. Я, кстати, поднаделал зелий. Этих самых манны. Теперь полегче стало. Ну, и, конечно, после того, как увеличил манну, количество тоже значительно лучше стало. Я попаду так в него или нет? Попал. Повезло. Где эта сволочь? Ладно. Фух. Это было непросто. А, блин, я не прочитал, что там боевой босс был написан или что-то типа того. Колосс, наверное, все-таки. Да, боевой колосс. Как-то быстро они... По-моему, у клириков посильнее был. А тут сколько? Три плюшки. Так, там враги. Это альба или кто там? Хорош, молодец. А он пришел и забил опыт, забрал. Молодец. Ладно. Спасибо тебе, парень. Прикольно. 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 Молодец. 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 Кстати, стали появляться, попадаться. Это хорошо. Поспать, что ли? Контрольная запись. Прикольно. 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 Понимаете, что они не видны высокие. А тут не написано, какого уровня. Давай, залетай уже Кстати, вот эти силовые волны тоже можно использовать, но кто-то попробовал, не очень удобно Может не разобрался, но ладно Постепенно все легче и легче становится воевать Фишка в том, что враги все с самого начала примерно того же уровня, что и потом Поэтому постепенно все легче и легче становится Ты качаешься, а враги не особо А зато с самого начала все очень тяжело Ой, мина, мина, мина Фальк, разминируй, пожалуйста Не хочет Неплохо, Фальк, молодец Мясник Мясник Там еще один? Не, Фальк вполне неплох Вполне Мне нравится Как-то я ни разу с ним не ходил Он сам говорил, что я не боец Я техник Не стоит на меня рассчитывать в бою Я буду работать головой Я думаю, ну да Получается все наоборот Че там? Кто открыл дверь? Фиат Пунто Мина? Ванной, мина Да уж Мощный процессор По-моему, видеокарта была, кстати Что, майнингом хочет заняться? По-моему, мина 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 Well, if you're worried, maybe we can get you some help after this is finished. Ммм, как мило. Перед смертью обнялись. О, крепкое эликсовое питье. Кстати, хорошая вещь. Очень старый дневник. Сейчас зачитаем. Люблю такие вещи читать о нем. Настроение добавляет. Очень старый дневник домохозяйки из старого мира. Потерянная. Мы сегодня снова поругались. Как всегда началось с какой-то ерунды. Мы живем не вместе, а просто рядом друг с другом. У меня такое чувство, словно он принципиально отказывается меня понимать. Как будто мы два незнакомца, случайно казавшиеся под одной крышей. Он ничего мне не говорит и норовит взорваться, если задать вопрос. Мне кажется, что я бьюсь об стену. Что-то потерялось. Не знаю, где и когда, но это уже не вернуть. Больнее всего осознавать, что я уже не верю в нас. Сегодня по радио говорили что-то про комету. Мы завтракали вместе и слушали. Наши проблемы сразу стали такими незначительными. Люди бегут, а мы... Мы сидим со столом и обсуждаем наши отношения. Безумие. Комета должна была упасть еще вчера. Но ничего не случилось. Возможно, ученые ошиблись. Нет. Ты смотри-ка, комета не сразу упала. Вот это интересная фишка. Ха. Что же ее замедлило? Опять взломать нельзя. Сэд. Возможно, стоит прокачать взлом вот этих вот сейфов до второго уровня. У нас как раз эликсовое питье там. Думаю, прокачаем. Надо его выпить. Оно незначительно холодность повышает. Я думаю, перебьем это все равно. Где там? Так, два очка там у нас получается. Вот очки характеристиковой хорошо. Но хитрость 85 для этого надо. Вот взлом. Вот это взлом надо прокачивать. Но это особо... Особо не важно. А там еще время. Я не обращал на время. Взлом замков. Ловкость надо. Короче, взлом электронных замков прокачаем. Энергетический двойной молот. Так, ладно. Все, в принципе, мы тут осмотрели. Мало зелья маны. Ох, прекрасно. Кто-то постепенно все налаживается и налаживается. Все, идем отсюда. Следующая наша цель. Это, в принципе, последняя. Здесь вот. Чем еще Фальк хорош в бою? Тем, что его оружие станет. То есть опрокидывает врагов. Замедляет их. Это очень хорошая штука. Потому что, как правило, проблема возникает из-за того, что враги очень быстро бегут. И я просто ничего не успеваю сделать. Скекс. Давай. О, пожалуйста. Как я сейчас промазал, правда, непонятно. Надо под ноги стрелять. 126. А, по-моему, сейчас увеличенное было. Как-то странно. Не пойму, как это работает. А может и было 126 за него. Что у нас, кстати, с уровнем? Когда следующее? Ой, еще не скоро. Вот очки характеристик нужны. Ну и из одного напитка всего 2 очка дается. Это очень много надо пить. Эликса. Холодность тогда сильно повысится. Ну, посмотрим дальше. Если у нас холодность будет очень низко, тогда можно будет пить. Красиво лава выглядит. Ну, кстати, игра не лишена красоты. Красивых кадров. Есть на что полюбоваться. Конечно, не ведьмак. Но, тем не менее. Не, в каких-то местах даже что-то лучше, чем ведьмаке. Все-таки столько лет прошло. Но не в целом. Да уж. А, это жар, типа, да? Ага. Вот тут защита от жара нужна. Ну, прикольно сделали. То есть, даже не дотрагиваясь от лавы, до лавы все равно. Давай, стреляй. Вообще нормально. С таким напарником вообще легко все становится. Да, шик. Да, фалькемба. Ну, давай, расчехляй. Бедный камнишип. А в ближнем бою? О, тоже нормально. У него щит такой же, да? Угу. Энергетический. А, тут сразу два. Ух ты. А то он стрельнул прямо сюда. Во, я одного убил. 95 сразу. Получается, не 10, значит, процентов. Где-то процентов 6, наверное. 7. Так, ну ладно, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, спасибо. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok